Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарой. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые милые, ласковые, преданные в поисках дома и хозяина. В столице региона прошла выставка «Друг человека». Броском на последней секунде баскетболисты Самары завоевали Кубок России. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Дмитрий Азаров с рабочим визитом побывали на РКЦ «Прогресс». Во время встреч они осмотрели производственные площадки, где ведутся работы по созданию ракеты «Союз-5», а также обсудили планы развития предприятия. Подробности в сюжете Максима Магомедова. Части новой ракеты «Союз-5» уже готовы. Их представил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов в ходе визита на предприятие делегации «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозином. Встреча прошла в производственном цехе, где директор «Роскосмоса» оценил применяемые в изготовлении ракет-носителей технологии. «Союз-5» будет способен вывести на орбиту полезную нагрузку до 17 тонн. Кроме того, планируется разработка двуступенчатой ракеты среднего класса, грузоподъемностью до 8 тонн, запуск которой будет осуществляться без участия людей. Здесь, в этом цехе, где вы доходитесь, будет создано современное производство ракет двух классов, но одного типа, по большому счету, где за счет ремонтаризации мы будем достигать возможности универсального использования одного и того же стартового комплекса для решения самых разных задач. Ну а дальше будем двигаться уже полностью, полностью многоразовым ракетам. Это уже следующий этап. И так, как у наших американских конкурентов, у них частично многоразовый, мы пойдем сразу через шаг, через ступень будем двигаться. Новая ракета-носитель полностью отечественного производства. Металл, технологии, станки и системы управления – все изготавливается в России. Губернатор области отметил, что ничего не мешает стабильной работе флагманского предприятия космической отрасли. Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год, на последующие годы, реализуется. Реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа ведущего предприятия «Роскосмоса» как раз позволяет чувствовать себя уверенно еще огромному количеству трудовых коллективов. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум два с половиной года просматривается совершенно четко, она не снижается, поэтому работаем с соблюдением соответствующего качества и с соблюдением соответствующих сроков. У России должен быть космический интернет, чтобы каждый житель страны мог использовать широкополосный доступ в сеть, заявил Дмитрий Рогозин. Космические аппараты на околоземной орбите должны обеспечивать непрерывную и помехоустойчивую связь. Развитие суверенных сервисов доступа в сеть потребует производства новых космических аппаратов, а для того, чтобы вводить их на орбиту, понадобится еще больше ракет. По словам главы «Роскосмоса», РКЦ «Прогресс» для решения этих задач подходит идеально. Максим Магомедов, Константин Коловин. События. РКЦ «Прогресс» в рамках благотворительной акции «Детям Донбасса» отправили гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В короткий срок сотрудники предприятия собрали средства, на которые закупили 14 тонн продовольствия. В кузове грузовиков предметы первой необходимости, бытовая химия, продукты питания и бутилированная вода. В отправке первой партии гуманитарного груза приняли участие губернатор области Дмитрий Азаров и директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. То, что сегодня славный производственный коллектив отправляет свою помощь, конечно, это делает честь каждому, каждому труженику нашего славного предприятия. Огромное вам всем за это спасибо. Эта помощь пойдет тем, кто больше всего не нуждается. Очень многие дети, женщины остались там, на Донбассе. И их надо поддерживать, конечно. Поэтому правильно вы все делаете. Это все люди будут помнить очень долго, кто помогал. В Самаре 1 апреля стартует традиционный месячник по благоустройству. Планируется привести в порядок почти 47 миллионов квадратных метров городских территорий. О подготовке к весенней уборке говорили на совещании в городской администрации при главе Самары Елене Лапушкиной. Андрей Горгуленко продолжит. Самарские муниципальные службы готовятся к месячнику по благоустройству. Он традиционно проходит в апреле. Начнут работы по порядку. Сначала вывезут снег с дорог и разворошат его на газонах. Затем уберут опавшую с осени листву, помоют проезжую часть и тротуары. Там, где необходимо, заменят дорожное ограждение, восстановят разметку. Особенно на пешеходных переходах. Затем высадят цветы и очистят опоры линий ТТУ. Подготовку к месячнику обсудили на рабочем совещании в городской администрации. Работы по уборке территорий внутригородских районов обеспечиваются силами муниципальных бюджетных учреждений с привлечением подрядных организаций для вывоза мусора внутригородскими районами. Выполнение работ по уборке территорий планируется, исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ. Всего предстоит привести в порядок 28 миллионов квадратных метров дворовых территорий, почти 6 миллионов квадратных метров в парках и скверах, а также почти 13 миллионов квадратных метров дорог и тротуаров. В этом году 9 апреля состоится Гагаринский субботник, 13-го – муниципальный средник, а 23-го числа – Большой общегородской субботник. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов определить места выдачи инвентаря горожанам, желающим принять участие в субботниках, а также распределить всю территорию по зонам ответственности и напомнить о санитарных соглашениях городским предприятиям. Направьте информационные письма всем руководителям, пусть тоже в это время планируют проведение своих субботников, своего месячника по благоустройству, ну и, соответственно, по прилегающим территориям, либо дополнительной территории, как раньше это было, на очистку. Всю работу будет контролировать городской оперативный штаб, первое заседание которого состоится уже на этой неделе. Но при этом в городе не останавливается и сезонная работа. Продолжается очистка скатных кровель. В городе становится теплее и появляется угроза падения снега. На сегодняшний день осталось очистить около 300 крыш. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Свыше 80 миллионов рублей из регионального бюджета направили на повышение зарплаты водителям трамваев и троллейбусов. Первые надбавки работники транспортной сферы получат уже в начале апреля. Глава города Елена Лапушкина на совещании с представителями отрасли обсудила дополнительные меры поддержки. Чем сегодня живет одно из ведущих предприятий региона, расскажет Мария Левина. Все зависит от человека. Не работа красит человека, а человек работа. Спокойствие. Только спокойствие. И только вперед. Работая в шумном мегаполисе, Игорь Асадулин не теряет веру в романтику дорог. И хоть вагоновожатый и не колесил между городами, почти за 40 лет водительского стажа километров накатал немало. В далеком 87-м он пришел в ТТУ в Ташкенте, а еще через год приехал в Самару. Здесь и остался. До сих пор вспоминает самые мельчайшие детали своего первого выезда на линию. Сейчас, говорит, в трудовой книжке и места не хватает, чтобы уместить все трамваи, которыми приходилось управлять. Я даже помню, как я первый раз нажал на ручку управления. Это я помню прекрасно. Потом обкатался и работал на КТМ 5М. А когда сюда приехал, здесь уже Татры, Чехословацкие трамваи. С 11-го года стали приходить вот эти вот красавцы у КВЗ. Хозяйка в салоне трамвая – Любовь Ананченко. Кондуктором трудится уже 13 лет. Говорит, свою работу ни на какую другую не променяет. Сейчас и думается, по-другому отмечает Любовь. В голове всегда открыта карта. Родной город изучила, как свои пять пальцев. Это, прежде всего, общение. Заходит человек. Он, допустим, приехал сюда, правда? Ну, у кого он может спросить? Иногда прохожие, например, кто на остановке стоит, они не в состоянии. Они говорят, я просто не знаю, я тоже приехал. А мы обычно все знаем. Тем более, за давностью лет уже знаешь, каждая остановка. Даже дома знаешь, какие там организации находятся. Я до последнего здесь останусь. Это как кровь живая. Вот общение с людьми. Мне очень нравится. Я иду на работу. Я как рыба в воде. Работа на муниципальном предприятии – это стабильность, подчеркивают сотрудники. Белая – своевременная зарплата, стаж, бесплатное обучение с выплатой стипендии в размере МРОД, который скоро повысится. Приезжим предоставляется место в общежитии. На предприятии есть возможность повышать классность вождения, участвовать в конкурсах профмастерства городского и всероссийского масштабов, по результатам которых можно также повысить статус и увеличить свой доход. Это как стабильный завтрашний день, это стабильная заработная плата, которая выплачивается два раза в месяц, без задержек, без всего. Отпуск оплачиваем, льготные пенсии. То есть, как бы я просыпаюсь утром, и я знаю то, что я приду, у меня будет работа. С каждым годом муниципальное предприятие развивается, приходит новая техника. Например, в прошлом году в Самару доставили 22 ультрасовременных троллейбусов с кондиционерами «Адмирал». Старая техника при необходимости ремонтируется. Для этого в управлении есть специальный цех. На новые вагоны тоже рассчитывают. Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев находится на рассмотрении в Москве. Будут заниматься и ремонтом городских трамвайных путей. Прежде всего, это улицы Новосадовая и Ташкентская. А на пересечении Ставропольской и Нововокзальной планируют реализовать проект реконструкции транспортного узла. В перспективе строительство путей для левого поворота с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. Проект получил положительное заключение экспертизы. На данном участке сейчас есть только правый поворот в сторону улицы 22-го партиезда. Левый поворот позволит ввести новые маршруты, которые обеспечат более быстрые поездки из 15-го микрорайона до центра Самары. Увеличит пассажиропоток. По проекту перекресток Нововокзальной и Ставропольской собираются реконструировать. На предприятии стремятся создать условия для наиболее комфортной работы и жизни в большом городе. Самарцы это замечают. Везде остановки, как бы, по всему городу развита структура. Экологичный, удобный транспорт и просто окружающие средства. Полное укомплектование штата – одно из важных условий для реализации всех планов и проектов. Сейчас в городском трамвайно-троллейбусном управлении трудится порядка трех тысяч сотрудников. Меньше трети из них – это водительские и кондукторские составы. И потребность в кадрах есть. Есть определенный дефицит кадровых работников. Ну, связано это прежде всего с тем, что на предприятии достаточно такой возрастной состав. Поэтому мы призываем к себе молодежь. Нам требуются водители, нам требуются кондуктора. Губернатор Дмитрий Азаров анонсировал новые меры поддержки работников общественного транспорта в Самаре. Среди них повышение зарплат водителям сразу на 20% с начала апреля. На эти цели выделят дополнительные средства 80 миллионов рублей из регионального бюджета. Также будет направлено 250 миллионов рублей на развитие в целом сферы общественных перевозок в Самаре. Мы со своей стороны изыскиваем возможность поднять заработную плату и кондукторам. Надеюсь, что данный шаг позволит нам сократить отток и привлечь вновь водителей и кондукторов на работу. Очень надеюсь, что эта проблема будет решена и понимаю, что действительно за электрическим транспортом будущее. На совещании в городской администрации, куда были приглашены лидеры транспортной отрасли области и города, обсудили как предлагаемый социальный пакет, так и дополнительные меры стимулирования работников муниципального предприятия. Кроме того, глава города поручила рассмотреть возможности оказания помощи в образовании детей сотрудников ТТУ и в целом проанализировать предложения, касающиеся улучшения условий труда и отдыха персонала предприятия. Также во взаимодействии с областными властями решено, что сотрудники ТТУ получат право бесплатного проезда не только в городском транспорте, но и в пригородных электропоездах. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, Василий Калдашов. События. Тем временем в Самаре продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Напомню, в столице региона продолжают действовать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией. Следует ли Самарце уже привычным правилам и что грозит тем, кто их не выполняет, выяснил Сергей Кизоркин. Медицинская маска – давно привычный атрибут для пассажиров общественного транспорта. Большинство горожан не пренебрегают требованиями регионального Роспотребнадзора и постановлений губернатора. И средства индивидуальной защиты надевают еще до входа в салон. Отмечают, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих по-прежнему необходимо. Минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции – и сейчас одна из первостепенных задач. Никто не отменял этот закон, поэтому соблюдаем. Чтобы не произвести болезни, которые так очень сильно прогрессируются. Не только коронавирус, а другие болезни распространяются во время того, чтобы автомобиль может заразить любая болезнь легко. Если защитной маски у пассажиров нет, сотрудники транспортного предприятия имеют право высадить его на ближайшие остановки. А если с таким положением дел гражданин категорически не согласен, в отношении него составляют протокол об административном правонарушении. С началом пандемии и введения ограничительных мер уже оформлено 1698 протоколов. Только с января 2022 года – 719 актов. На прошлой неделе – 70. Документы направляют в суд, где и назначают штрафы. До 30 тысяч рублей, если нарушение совершено впервые и порядка 50 за повторное. Рейды по-прежнему идут в усиленном режиме. Городские власти проводят их с полицией, народными дружинниками и контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий. Нарушители все еще, к сожалению, выявляются. Не все осознают важность, необходимость ношения масок. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Напоминаю, что если вы едете в общественном транспорте, вы должны ехать в маске. Маска должна находиться на лице до конца поездки. Это требование не отменял никто. Оно направлено на сохранение жизни и здоровья. Поэтому огромная просьба его выполнять. Работники автобусных парков, метро и ТТУ в свою очередь также делают все для того, чтобы защитить здоровье пассажиров и сотрудников. Общественный транспорт перед выездом на маршрут тщательно моет как снаружи, так и изнутри. А также проводится на обработку. Процедуры дезинфекции повторяют на конечных остановках и разворотных площадках. Персонал проходит вакцинацию, берет в рейс запас масок для пассажиров, у которых по тем или иным причинам их не оказалось. Во время проверки на прошлой неделе, собственно говоря, очень лояльно относились. И если пассажир, мы заходим, пассажир без маски, мы предлагаем воспользоваться нашим защитным средством. Если уже, конечно, пассажир идет на конфликт и говорит, что принципиально не наденут защитные средства, тогда уважаемые полицейские предлагали им выйти и составить протокол. Еще до старта городского месячника по благоустройству транспортники начали проводить субботники, в том числе и приводить в порядок составы после зимы. Около 60% работ уже выполнены. Как только на улице потеплеет, работы по наведению чистоты будут усилены, рассказал представитель автобусного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальным маршрутам. Несмотря на то, что число заболевших постепенно снижается, масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора продолжает действовать в общественных местах, в том числе и в городском пассажирском транспорте. Средства защиты необходимо использовать как взрослым, так и детям. А совместные рейды транспортников, полиции и городской власти по выявлению нарушителей закона продолжатся как в утренний и вечерний часы пик, так и в межпиковое время. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Соцсети Facebook и Instagram официально запретили в России. Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Служители Фемиды сочли экстремистской деятельность компании Мета. Решение суда вступило в силу сразу после его официального опубликования. Напомню, иск о блокировке площадок подала Генпрокуратура с целью защитить права россиян. Так, Instagram проигнорировали более 4,5 тысяч требований об утолении фейков, касающихся спецопераций на Украине и призывов к несанкционированным митингам. При этом представитель ИСЦА в суде уточнил, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp. Из-за безобидного использования Facebook и Instagram людей наказывать не будут. Ситуация на рынке мясной продукции в регионе стабильная. Россия за последние 20 лет из страны, которая была одним из крупнейших импортеров мяса, стала очень важным мировым производителем этого продукта. Правительством страны предпринимаются меры по внедрению новых технологий, что позволит повысить урожайность независимо от погодных и климатических условий. Россия занимает пятое место в мире по производству свинины, пятое место по производству мяса птицы. Мы третий в мире по индейке, который раньше вообще не производили, и входим в десятку крупнейших производителей говядины. Сейчас перед производителями стоит задача активно развивать животноводство для того, чтобы обеспечить внутренний рынок даже в самых неблагоприятных ситуациях. Что касается овощей, то они не завозятся из Европы еще с 2014 года, со времен первых санкций. Иностранные поставщики в Россию – это Египет, Израиль, Турция, но в большей степени страны ближнего зарубежья – Узбекистан и Таджикистан. Для импортозамещения по овощам открытого грунта нам необходимо первое – увеличить объем производства. Этим сейчас активно занимается Минцельхоз России. Мы подготовили новый федеральный проект, который будет направлен на увеличение посевных площадей, на увеличение урожайности, на повышение стабилизации производства, то есть чтобы, например, производство не зависело от погодных условий, от засухи. Например, там миллиардативные системы будут строиться. Второе – это наличие собственных хранилищ. Малый урожай вырастить, его нужно сохранить до следующего урожая. Работа в этом направлении также идет. Когда будут решены эти два вопроса, процентов на 95, Россия сможет себя обеспечить овощами. Традиционно огород России – это Астраханская область, Волгоградская, Ростовская и Краснодар. В Сибири – это Новосибирск и Омск. Погодные условия в этом году сложились неплохие. Примерно на две недели раньше начался посев урожая картофеля и овощей борщевого набора. Обычно эти продукты поступают на прилавки в конце мая, в начале июня. Обзавестить верным другом и подарить ему шанс на новую жизнь. В Самаре прошел шестое по счету фестиваль «Друг человека», на котором горожане могли забрать к себе домой животное из приюта. О том, как бездомные животные обретают новые семьи, расскажет Михаил Ермоленко. Они лают, но не кусают, мурчат и с любопытством изучают прохожих, надеясь, что рано или поздно к вольеру или клетке подойдет их будущий хозяин. Фестиваль «Друг человека» – это место, где бездомные животные, проживающие в приютах Самары, находят новых владельцев. За четырехлетнюю историю бесплатная выставка помогла пристроить порядка 700 собак и кошек. Значимость очень высокая, потому что такого единого мероприятия, на котором можно было бы приехать и познакомиться с каждым из приютов, принять участие в какой-то волонтерской деятельности или просто пообщаться с животными, нет никакого аналога. Фестиваль прошел на расширенной площадке. Это позволило выделить больше места для приютов и их пушистых постояльцев. Порядка 400 кошек и собак, а также несколько грызунов и кролика удалось разместить на площадке в прошедшие выходные. Уже в первый день выставки «Новый дом» обрели 50 животных. «А как назовете?» «Астерикс, как мы будем менять имя, как был, так оставим». «Кого взяли сегодня? Здравствуйте!» «Здравствуйте! Котика, мальчика». Фестиваль появился в 2018 году благодаря поддержке городских властей. «Таким образом мы пытаемся сформировать отношение людей к животным, потому что любое животное – это большая ответственность. Если ты берешь его, ты не должен относиться к нему как к игрушке. Это живой организм, нужно понимать, как он работает, как о нем нужно заботиться. И тогда он доставит в себя истинное удовольствие и станет полноценным членом семьи». Также на протяжении двух фестивальных дней прошли различные мастер-классы, лекции и показательные выступления питомцев. Михаил Гермоленко, Виталий Рылеев, Василий Колдашов. События. Баскетболисты Самары вернули себе Кубок России. В 2021-м трофеем завладели уральцы, которые в полуфинале обыграли волжан. В этом году удалось взять реванш. О победе расскажем в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары завоевали Кубок России. Во второй финальной игре самарцы дома принимали темп сумзу ГМК. Первую игру уральцы выиграли с разницей в три очка, а потому волжанам надо было не просто побеждать, а делать это с определенной разницей. Однако первую четверть хозяева паркета проиграли. Но уже во второй самарцы, подгоняемые трибунами дворца спорта, смогли захватить лидерство в матче. Но гости не сдавались и после перерыва снова оторвались в счете. Но Самара догнала заводчан перед четвертой четвертью, в которой и решалась судьба трофея. Перед последней атакой у хозяев было преимущество в три очка, что означало, что командам предстоит сыграть овертайм. Но за секунду до сирены Максим Шликета реализовал по-настоящему золотой бросок, обеспечив самарцам необходимую разницу – 80-75. Самара по сумме двух игр становится двукратным обладателем Кубка России. Победный настрой в воскресенье поддержали и футболисты Крыльев Советов. Они в Сочи играли матч чемпионата России против местного клуба. Первый гол самарцы забили в концовке первого тайма. С передачи Зиньковского отличился Максим Глушенков. Во втором тайме Крылья остались в большинстве и забили еще один гол. Пенальти реализовал Юрий Горшков. Хозяева поля не сдавались и смогли отыграться в течение нескольких минут. Но точку в матче поставили все же самарцы. На последних мгновениях Антон Зиньковский нанес точный дальний удар и принес Крыльям победу – 3-2. Сейчас Волжане на седьмом месте в турнирной таблице. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самарагиз» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Департаменте образования сообщают, что прошел первый отборочный этап городского поэтического чемпионата среди школьных команд. Конкурс проходит благодаря соглашению о сотрудничестве между Самарским дворцом детского и юношеского творчества, Думой городского округа Самара, Департаментом образования и Самарской областной писательской организации. В этом году он посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия. Уборка снега проходит на всех городских локациях, включая набережную, парки и скверы города, говорится в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. Выходные снег вывозили с улиц Ленинградской и Авроры. Сегодня масштабные работы по расчистке территории областного центра велись на улице Максима Горького. В связи с наступившей оттепелью в администрации железнодорожного района напоминают, что тонкий лед – самая распространенная опасность при плюсовых температурах воздуха. И дают инструкции, как правильно себя вести в критической ситуации на воде. Не паниковать, как можно громче звать на помощь и избавиться от лишней тяжести. Выбираться необходимо ползком. Категорически нельзя вставать и ходить по поврежденному льду. В администрации Самарского района сообщают, что наш регион принял танцевальную эстафету флэш-моба «Россия-мы». Он направлен в поддержку военнослужащих, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Многонациональная Самарская область – пример единения и дружбы народов, говорится в телеграм-канале администрации Самарского района. За новостями в телеграм-канале Самарагис ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.